«Зимний дуб» по повести Юрия Нагибина. Их трое героев этого рассказа. Молодая учительница Анна Васильевна, пятиклассник Савушкин и дуб. Нет, «Зимний дуб». И все трое проходят сквозь рассказ, излучая какое-то доброе сияние. Всего лишь два года, как пришла она сюда со студенческой скамьи. Но и в Уваровке, и в Кузьминках, и в Черном Яру всюду ее знают, ценят и называют уважительно Анна Васильевна, говорит об учительнице писатель. По шоссе с двух сторон ручейками стекались к школьным воротам капоры и платочки, картузы и шапочки, ушанки и башлыки. Это мир Анны Васильевны. А вот знакомство с Савушкиным. В полуоткрытой двери стояла небольшая фигурка в разношенных валенках, на которых стаивая гасли морозные искринки. Круглое, разожженное морозом лицо, горело, словно его натерли свеклой, а брови были седыми от иния. Солнечные веселые полянки, перечеркнутые заячьим следом, похожи на часовую цепочку. И крупные следы в виде трелисника, принадлежавшие какому-то большому зверю. Красоту этого мира Савушкин дарит учительнице. И как чудесная сказка посреди поляны в белых сверкающих одеждах, огромный и величественный, как собор, зимний дуб. Своим лучезарным светом согрел зимний дуб и мальчика, и учительницу. Сильное, переполненное жизнью дерево скопило вокруг себя столько живого тепла, что бедное зверье не могло бы сыскать себе лучшей квартиры. Первая встреча с зимним дубом происходит в будничной обстановке. Хлопали крышки парт, поскрипывали скамейки, кто-то шумно вздыхал, видимо, прощаясь с безмятежным настроением утра. Рабочую обстановку, правильность и ясность происходящего нарушает Савушкин. Ты опять опоздал, Савушкин. Приняв слова учительницы за разрешение войти в класс, Савушкин быстро прошмыгнул на свое место. Сквозь дебри русской грамматики встреча с существительным дуб вела Анна Васильевна. Не поняла она странной взволнованности мальчика, когда он крикнул «Зимний дуб!» «Почему зимний?» «Просто дуб!» «Просто дуб что?» «Зимний дуб!» «Вот это существительное!» Ошибся, Савушкин, не разобравшись в правиле. Ошиблась учительница, заподозрив ложь. И ребята не поняли поэзии, лучезарности слова «зимний», неотъемлемости этого слова от существительного дуб. Савушкин открыл учительнице свою счастливую тайну, показал ей тропинку в свой мир. Едва они ступили в лес, и тяжко груженные снегом еловые лапы сомкнулись за их спиной, как сразу перенеслись в иной зачарованный мир покоя и беззвучья. Здесь произошла вторая встреча с зимним дубом. В этом незнакомом мире иными становятся и герои. Незадачливый ученик кажется здесь маленьким гномом, волшебником, хранителем красоты. Он охотно делится с учительницей богатствами, которыми владеет сам, раскрывает тайны своих сказочных владений, где порой среди льда и снега проглядывала темным недобрым глазом живая вода. А наклонившись над полыньей, можно разглядеть тянувшуюся со дна тоненькую нитку. Этот тонюсенький стебелек с пузырьками, похожий на ландыш. Не только красота этого мира открылась учительница на лесных тропах. Она увидела светлую, поэтическую и застенчивую душу мальчика. Савушкин – хозяин леса, хозяин добрый и сильный. Он охраняет лес и его обитателей. Бережно охраняет мальчик и свою учительницу. Он раскрывает Анне Васильевне грамматику звериных следов, путаницу теней. И она ощущает себя здесь робкой ученицей. Она с радостным интересом всматривалась в эту неведомую ей потайную жизнь леса. Савушкин чувствует, что учительница разделяет его увлеченность природой и благодарность за это захлестывает его. Казалось, конца краю не будет этим деревьям, сугробам, этой тишине и просквоженному солнцем сумраку. Нежданно вдалеке забрежжила дымчато-голубая щель. И вот уже не щель, а широкий, залитый солнцем просвет возник впереди. Там что-то сверкало, искрилось, роилось ледяными звездами. Казалось, деревья почтительно раступились, чтобы дать старшему собрату развернуться во всей силе. Его нижние ветви шатром раскинулись над поляны. Снег набился в глубокие морщины коры и толстый, в три обхвата ствол казался прошитым серебряными нитями. Так вот он, зимний дуб. Анна Васильевна робко шагнула к дубу. И могучий, великодушный страш леса тихо качнул ей навстречу ветвью. «Ну, Савушкин, спасибо тебе за прогулку. Конечно, ты можешь ходить и этой дорожкой. Вам спасибо, Анна Васильевна!» Отойдя недалеко, Анна Васильевна в последний раз оглянулась на дуб бело-розовый в закатных лучах и увидела у его подножия небольшую темную фигурку. И Анна Васильевна вдруг поняла, что самым удивительным в этом лесу был не зимний дуб, а маленький человек в разношенных валенках, чиненой небогатой одежде, сын погибшего за родину солдата и душевной нянечки, чудесный и загадочный гражданин будущего. Так заканчивается рассказ о красоте человеческого взаимопонимания. Писатель Юрий Нагибин всегда с доброй и взыскательной зоркостью всматривается в своих героев. Трогательно внимателен он к внутреннему миру маленьких граждан, в чьи руки будет передано богатство, накопленное усилиями поколений. Обязательно прочти рассказы Юрия Нагибина. Конец. Текст читала Оксана Тарасова.